На телеканале Антенна 7 новости в студии Евгений Нефанов. Здравствуйте. Не стало советского градоначальника. Он, конечно, требовательный, жесткий, но не руководительный, иначе невозможно, конечно, таким огромным делом управлять. Как проводили в последний путь Юрия Глебова. Мировой пример не прижился. Стекло смешалось с пластиком, металл с бумагой, а остальные кульки с отходами и вовсе просятся наружу. Почему сбор раздельного мусора уходит из города? Семейные катания стали популярны. Если своих коньков нет, не проблема, здесь их дадут в прокат. Почему стадионы несут убытки? А также новости спорта. Повышенная нагрузка на Ленинградский мост может привести к катастрофе. Об этом заявили специалисты отдела автодорожного надзора. Они озабочены состоянием деформационных швов. Однако предписание провести диагностику сооружения в администрации города проигнорировали. И вот уже представители прокуратуры в суде потребовали от чиновников принять меры. Суд постановил, специалисты мэрии обязаны организовать обследование Ленинградского и Комсомольского мостов до конца октября этого года. А по подозрительным мостам ездят подозрительные маршрутки. Владельцы микроавтобусов сразу нескольких отмененных властями маршрутов проигнорировали распоряжения. С 1 января 2017 года их попросили уйти с направлений, многие из которых знакомые мячам. Это популярные 72, 215, 322, 374 и другие. Специалисты Департамента транспорта посчитали, что они дублируют другие действующие маршруты. Однако собственники продолжают перевозить горожан. Безопасность им гарантировать власти не могут. За перевозчиков, которые работают без соответствующих документов разрешительных, ответственности сегодня, к сожалению, мы нести не можем. Поэтому откуда выезжает эта машина, проходит ли водитель медосмотр, проходит ли технический осмотр, здесь сложно быть в этом уверен. Поэтому, конечно, мы не рекомендуем пассажирам перемещаться на нелегальном транспортном средстве. Во вторник специалисты Департамента и работники Госавтонадзора проведут специальный рейд. Об этом смотрите в программе «Новости» на телеканале «Антенна-7». Безопасность уже на дорогах пренебрегли 150 омечей. Они сели за руль в пьяном виде. Итоги первых девяти дней нового года подвели сегодня инспекторы ГИБДД. Всего за 9 дней января на территорию Омской области зарегистрировано 37 ДТП, в которых 4 человека погибли и 52 получили травмы различной степени тяжести. И сегодня стало известно о громком ДТП на трассе Тюмень-Омск. 3 января водитель внедорожника Toyota RAV4 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris, в которой ехал 39-летний водитель и двое детей 11 и 8 лет. Виновником аварии оказался пьяный инспектор дорожно-патрульной службы. Его уже уволили. А в службе скорой медицинской помощи сегодня объяснили, почему 1 января машины ехали дольше, чем обычно. Это связано с ростом звонков с просьбой об экстренной помощи. А главную нагрузку доктора получили от пациентов с ОРВИ. Основной прирост нагрузки произошел за счет вызовов от пациентов с температурами, повышенной температурой. То есть взрослые люди, как правило, эти вызовы относятся к категории неотложных и могут быть обслужены по законодательству только после обслуживания всех экстренных вызовов. Но поскольку количество этих вызовов увеличивалось порядка 6-7-8 раз по сравнению с холодным так называемым периодом, соответственно, эти вызовы все равно отвлекали количество бригад достаточно большое. На втором месте оказались вызовы с больными сердечными заболеваниями, на третьем – звонки от пострадавших в ДТП. Всего же за новогодние праздники номер 03 набирали почти 14 тысяч раз. В Омске сегодня простились с Юрием Глебовым. Траурная церемония прошла в концертном зале Омской филармонии. Бывший руководитель города, его почетный гражданин, кавалер многих орденов и обладатель множества медалей, скончался 6 января на 87-м году жизни. Воспоминания о Юрии Глебове выслушали мои коллеги. Для многих присутствующих здесь человек на фото – советский мэр, первый градоначальник, известный строитель и почетный гражданин. Для Юрия Крылова человек на фото – друг, друган, как они себя называли. Вместе окончили 20-ю школу, вместе пришли на гидрофакт сельскохозяйственного института. Пути в дальнейшем разошлись, но теплые отношения сохранить удалось. Мы общались, иногда, потому что ему было недообщение, он был загружен. По-русски сказать, он был трудоголик. И однажды по производственному вопросу я обратился к нему. Он мне назначил время в 10 вечера, но его вызвал секретарь горкома партии с его командой. И в итоге он меня принял в 12 часов ночи. В это время Юрий Глебов руководил первым строительно-монтажным трестом, а Галина Михайловна только пришла туда работать. Конечно, невосполнимая утрата, можно сказать, погас еще один светлый огонек на нашей земле. Очень жаль, мы с ним, конечно, очень он многое сделал. И для каждого из нас, кто с ним работал, и для, в целом, для города. Будем помнить его всегда, светлая ему память. Об особенном отношении Юрия Яковлевича к людям знают даже те, кто лично с ним так и не был знаком. Он каждому человеку мог уделить внимание и беспокоился не только о работе, но и о каждом человеке отдельно. И очень много сделал людям. Относился всегда с добром, с теплом, с уважением. И он в каждом человеке видел личность. Я работала в санатории «Русский лес». И поэтому они приезжали, он был управляющим. И поэтому я знакома с ними, так как отпускала процедуры. То есть 30 лет назад еще. Какие воспоминания? Ну, самые добрые, поэтому я и пришла. Большой опыт в строительстве так пригодился Юрию Глебову на должности председателя горосполкома. Он принимал участие в возведении многих социально значимых объектов. Городского дворца пионеров и школьников, дома быта, автовокзала, зона отдыха «Зеленый остров». Настоящий патриот, уверен Валерий Кокорин. Такому чувству долга и переживания за свой город можно только учиться. В то время, когда он работал, он, конечно, требовательный и жесткий, был руководителем. Иначе невозможно, конечно, таким огромным делом управлять. Но последние годы, когда мы с ним встречались, и достаточно часто, по вопросам нашего города, области, каким-то вопросам, связанным с управлением этим городом, он как-то себя вел уже как мудрец, он и голоса не повышал, он ровно говорил, рассуждал, и искренне переживал за все, что происходит в городе, в области, в стране. Конечно, он был патриот, патриот города и нашей Родины. Это эпоха. Тело Юрия Глебова кремируют в Новосибирске. Урну с прахом захоронят в Омске на Старосеверном кладбище. Денис Ионас, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Продолжаем выпуск. Новогодние застолья завершились переполненными мусорными баками. Цветные контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов в Омске появились сравнительно недавно. К каждому из семи цветов соответствует свой класс мусора. Однако большинство обывателей все равно бросает отходы в одну кучу. Теперь же цивилизованный способ раздельного сбора может уйти, так и не войдя в моду. Ксения Бесарапа объяснит, почему. Стекло, пластик, металл, картон и бумага. Это контейнеры для отходов разного вида. Вот только стекло смешалось с пластиком, металл с бумагой, а остальные кульки с отходами и вовсе просятся наружу. Измени Омск, разберись и собери. Вот уже месяц, выходя из подъезда, Елена Зайцева видит эти призывы. Я так поняла, компания «Мега» проводила специальную акцию, когда они поставили контейнеры для сортировки мусора. Горожане сразу откликнулись и стали сортировать. Но мусор никто не вывозит. Значит, это никому не нужно. И не сортируется совсем? Ну почему? Видите, граждане пытаются там впихнуть. Места уже нет. По соседству с сортировочными, обычные синие контейнеры, полупустые. Мусор из них вывозят своевременно. Несколько раз в неделю. А сортировку забросили. И забросали. Их почти сейчас что-то перестали убирать. Летом, смотрю, приезжали. Я еще спрашиваю, как бы, ну это они, а вы что тут сортируете? Говорят, да нет, там все равно все в одной куче. Ну так, они сортируют, приезжают. А там на месте уже, говорят, все равно в одной куче. Разделение мусора – совместный проект двух компаний. Мега и регион 55. Именно поэтому контейнеры брендированы, говорит Сергей Мирошкин. Это был, прежде всего, социальный проект, направленный на формирование системы раздельного сбора, на формирование культуры раздельного сбора, который, в принципе, ну, скажем так, положительного эффекта своего достиг. Изначально проект планировался периодом на два месяца. Два месяца он достаточно успешно отработал. Был собран определенный объем полезных фракций отходов, которые были переданы на переработку. Переработка подарила отходам вторую жизнь, а, следовательно, уменьшилось и вредное влияние на окружающую среду. Однако жителям все же привычнее скидывать весь домашний сор в одну корзину. Раскладывать по разным мешкам слишком долго. Те отходы, которые находятся в контейнерах, их нельзя называть отсортированными отходами, потому что в них около 50% от органических отходов. К сожалению, не все жители думают о том, что в эти контейнеры стоит помещать именно разделенные по фракциям отходы. И напрямую давать переработку такие отходы нельзя, потому что те же самые пластики, они имеют разную структуру, разные компоненты, и они должны, естественно, перерабатываться по-разному. Поэтому, прежде всего, нужно от всех отходов отделить органику, потом уже пластики расформировать по группам, точно так же, как отделить бумагу от картона. Сейчас в Омске 46 таких переполненных контейнеров. Их судьба решится в ближайшую неделю. Они исчезнут с омских улиц. Мусор отдельно, контейнеры отдельно. Причиной тому закрытие площадки, на которой производилась повторная сортировка мусора. Ксения Бессараб, Виталий Двораковский. Антенна 7. Сейчас за окном почти минус 27, а в доме номер 5 на Заозерной погода не по сезону. Там, на девятом этаже, копель из-за худой кровли. Квартиры некоторых жильцов стали похожи на террариум, где влажно и тепло. Масштаб бедствия оценила Алла Аксенова. Мы на девятом этаже. Первое, что бросилось в глаза, елочные игрушки висят в коридоре, а не в квартирах. И этому есть объяснение. В квартирах абсолютно не праздничная обстановка. Здесь капает с потолка. Вот если постоять несколько, буквально секунд, в проеме двери, то на меня уже упало несколько капель. В самой квартире не новогодний узор. По стене распространились черные пятна, будто леопардовые. Но это не леопардовые и не обои, а черный грибок. А обои из-за сырости с легкостью отходят от стены. А здесь, в комнате, еще живописнее. Это квартира пенсионерки Татьяны Ефремовой. Здесь она живет одна. От последнего ремонта, в который женщина вложила все силы и деньги, почти ничего не осталось. Я вот в 15-м году все вот это сделала. Натяжные потолки сделала. Хотя они сейчас, можно даже сказать, что они меня спасают. Вот представьте, вот эта вся вода вот тут бы на полу лежала. По стенам бегут ручьи. Электрощит от влаги защищает рулон туалетной бумаги. Сколько квартир пострадали от потопа, сосчитать трудно. Но ни одна и ни две. Людей затопило как на девятом этаже, так и ниже. Причина ливня известна. В доме худая кровля. Потоп повторяется четвертый год подряд и только зимой. Все это время пятый дом на Заозерной обслуживала управляющая компания ЖКХ-сервис. В 2016-м жильцы, так и не дождавшись эффективных действий с ее стороны, перешли в новую обслуживающую организацию. А параллельно сигнализировали о бедстве прокуратуру и жилищную инспекцию. В этом году мы коллективно писали. Вот девятый этаж прокуратуру. Они отправили жилищную инспекцию письмо. А те вот прислали ответ. Что сухие потеки, неизвестно когда были, они не могут установить. То, что они приходили, меня лично не предупредили, в какой день и в какой час они могут прийти. Я не знаю, как они решают этот вопрос. Старшая по дому, она за дом не заступается. Она заступается за управляющую компанию. Мы перешли в этот уют-сервис только по той и одной причине. Вот я лично подписалась, что мне Лихачев на собрании обещал в августе начать делать капитальный ремонт кровли. Обещания, как видно, исполнено не было. И в январе 2017-го с потолка снова потекла вода. На полу появились лужи, а от общей сырости запотели окна. А у соседей Татьяны Епремовой ситуация еще хуже. От постоянной воды размокло дерево дверного проема. И дверь попросту выпала. А в смежной комнате углы пожирает тоже черный ужасный грибок. При этом постель постоянно влажная. И, кстати, здесь спят дети. А в их отсутствие котята, которым тоже вряд ли уютно в сыром пледе. Подтеки в этом году появились и в квартире Марии Буздиной. Первый раз у меня побежала. И я не знаю, по какой причине у меня побежала. Но у меня вода попала в распределительную коробку. И по этой распределительным каналам она пошла по всем розеткам. У меня нету света. Перегорели или провода сгорели, или я не знаю, что случилось. Но у меня во всей квартире нет света. Я вот сегодня позвонила электрику. Он сказал, что после обеда, после двух он придет и сделает. Потому что там все сыро. И он туда боялся. Это уже само собой разумеется, что мокрые, туда лезть нельзя. Сейчас жильцы дома террариума намерены обратиться со своей проблемой на федеральный канал, чтобы показали на всю страну результат халатности управляющих компаний. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна 7. В эти выходные амичи сменили привычную обувь на фигурные коньки. Уже по традиции в городе стартовали рождественские катания. В этом году организаторы задействовали шесть крупных ледовых площадок. Это и спортивные стадионы, и парки. Насколько они оказались востребованы, выяснила Ксения Тойчкина. В здании спорткомплекса «Юность» не протолкнуться. Желающих выйти на лед всегда много. Но сегодня даже свободных коньков в прокате нет. В очереди около 300 пар. Одну нам все же удалось урвать. Чтобы выйти на лед в обычный день, нужно будет заплатить 100 рублей. Если своих коньков нет, не проблема. Здесь их дадут в прокат. Для этого тоже нужно будет заплатить около 150 рублей. Но сегодня эти правила отменены. Бесплатные катания в Омске проходят один раз в году на Рождество. Кто-то об этом знает и намеренно приходит на стадион именно 7 января. Для других любителей активного отдыха это стало приятной неожиданностью. Мы вообще подаем деньги, и нам такие говорят, типа, бесплатно. Мы такие на чек смотрим, такие, блин, странно. К массовым рождественским катаниям площадки готовят заранее. В этом году их шесть. Спорткомплекс «Юность» среди участников благотворительной акции не в первый раз. Накануне стадион расчистили от снега и залили лед на три слоя. Он должен быть гладким, чтобы фигуристам-любителям было комфортно и безопасно кататься. А мячам – радость, а вот руководству – убытки. Конечно, прибыль теряем много. Где-то порядка 100 тысяч мы потеряем сегодня. Но на деньги все не померяешь. Надо как-то для людей, для жителей городов, сделать бесплатно что-то. Впрочем, один бесплатный день для постоянных посетителей катка особого веса не имеет. Семья Захарченко, к примеру, на лед выходит каждые выходные. Обычно на коньках мама, папа и двое детей. Сегодня главу семейства замещает дедушка. Они уже давно нашли свой способ экономить на хобби. Как-то не особо нагладно, то есть недорого. Тем более мы идем по семейному проходу. То есть мама, папа, ребенок – это меньший ценник, чем по одному человеку идем. Поэтому не особо нагладно. Тем более коньки у половины семьи собственные, личные, в прокат не берем. В следующем году рождественские катания пройдут в десятый раз. В честь юбилея бесплатных дней проката должно стать больше. Сейчас чиновники уже начали согласовывать вопрос с руководством спортивных площадок города. Ксения Тойчкина, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Ну и на льду же «Авангард» сразился с Ярославским локомотивом. Наши хоккейсты открыли счет уже на девятой минуте матча. Стремительный розыгрыш большинства. Скоростной проход Виталия Меньшикова. Щелчок, подбор, передача на Николая Лемтюгова. Форвард в запале протолкнул шайбу вперед. А на рикошетом оказалось в сетке 1-0. Больше надо было набрасывать на ворота и добивать. Мы ее крутили и кружили. Натиск локомотива, прессинг, давление, два гола. Защитник сборной России Владислав Гавриков реализовал численное преимущество. Форвард железнодорожников Денис Масалев вывел ярославскую команду вперед. У команды есть настрой всегда. Тут как фортуна, как повезет. Будем попадать в ворота, будем попадать в створ. Значит, выиграем. Будет «Авангард» больше попадать в створ, значит, выиграет «Авангард». Красивейший гол Лемтюгова. Наш форвард от борта сместился в центр, бросил в притирку со штангой. Первый период 2-2. Лемтюгов всегда играл в такой силовой манере. И очень интересный форвард, забивной. Вот этот сезон у него вообще получается. Хотелось бы ему пожелать, чтобы и дальше так. И в плей-офф, надеюсь, еще не один гол забьет. Борьба за инициативу. Удаление у гостей. Наши хоккеисты сыграли как по нотам. Егор Мартынов бросил, Илья Зубов подобрал. Сыграл на Максима Пестушко. Получил обратный пас и успел переправить шайбу на свободного Илью Михеева. Арена Омск взорвалась овацией. Работали над этим компонентом. Не получалось. Рано или после должно было прорвать. Поэтому я считаю, нам нужно поаккуратнее сейчас сыграть. Если большинство будем так же реализовывать, то все у нас впереди. Первое место тоже, в том числе и победа в кубке. Взрыв эмоций. Жесткие единоборства. Поединок. Лемтюгов против Михаила Пашнина. А мяч выиграл. Спарринг. Ястребы остались в меньшинстве. Ярославцы вновь попытались сыграть через Гаврикова. Мощный защитник занес шайбу в ворота вместе с Домиником Фурхом. Судьи внимательно просмотрели момент и решили, что была атака на вратаря. Мы игру назад играли в Новосибирске. Силовые приемы ястребы не дали шансов соперникам, а гостей подвели нервы. Защитник Павел Колядов заработал удаление, а мячи финишировали парой комбинаций в зоне соперников. Победа 3-2. Игра получилась именно по самоотдаче, по общекомандным действиям, по содержанию команды, по самому проявлению характера. Это складывается коллектив и это радует. И о беге в удовольствие. Погода благоприятствовала участникам 26-го рождественского полумарафона. В этом году стартовали 910 любителей зимнего бега из России и 16 иностранных государств. О том, как бежалась Владимир Истомин. Великолепная сибирская погода, потепление после снегопада, всего минус 6 на термометре, легкий ветерок, яркие эмоции на старте. Смелое, вдохновенное ускорение, звон колоколов, поддержка болельщиков, ровный, дружный бег по трассе. Два круга, всю любительскую дистанцию. Участники рождественского полумарафона двигались одной яркой, красочной лентой. Легко бежали и 70-летние ветераны, и совсем юные участники соревнования. Я бежал на переконки со своими родителями и почти обогнал буквально всех. На втором кругу и на первом. Также обогнал своего брата и друга. Эмоции в том, что машина заставляет в какой-то степени бегать, тренироваться, готовность. А это и есть самое главное. Легко вошли в ритм зарубежные участники. В этом году на старт вышли 19 бегунов из 16 стран мира. В этот раз гости ушли от корпоративности, бежали вместе с россиянами. Свободно, раскованно. Я очень счастлив. Это великолепная задумка встречать Рождество по-спортивному на трассе. Я занимаюсь разными зимними видами спорта, но вот здесь особые эмоции. Это просто замечательно. Ближе к финишу эмоции пошли по нарастающей. Радостные возгласы, ускорения, разнообразие праздничных костюмов. Среди бегунов были замечены Деда Мороза со снегурочками, символ наступившего года петух, а также тигры, зайцы, медведи. Екатерина Карева и ее сын Паша пробежали 7 километров в костюмах мультперсонажей миньонов. Мы семья миньонов. Миньоны веселые и классные. Красочный финиш. Аплодисменты, поздравления, медаль участников. Для согрева ароматный чай из полевой кухни партнеров соревнования. Общественного движения «Новый город». Горячий чай на финише – это замечательно. Ароматный, бодрящий. Чувствуется, что его приготовили добрые, гостеприимные люди. Ожидание рекорда. Лидер соревнований мужчин, уфимец Сергей Петров, создал интригу. Спортсмен стремительно набегал на финиш. На ленточке бегуну не хватило буквально десятка секунд. Он финишировал с результатом 1 час 8 минут и 16 секунд. Так получилось просто. Вышел по второму кругу и захватил лидерство. Удалось удержать. В споре женщин все решилось в середине дистанции. Новосибирская бегунья Наталья Тарасова прибавила темп, оторвалась от амички Марины Ковалевой, победила в забеге с результатом 1 час 22 минуты и 31 секунда. Хотелось бы еще у вас на марафоне выиграть. Но что-то пока на этот марафон, который был в августе, я не попала. Бежала в Екатеринбурге на Кубке России. Но там тоже неудачно пробежала. Попробуем, может, в следующем году у вас в Омске. В дополнение к медалям победители получили по 25 тысяч рублей призовых. Оптимизм на предстоящий сезон. Не за горами важны российские соревнования. Следующий забег в Омске пройдет в начале мая. Это будет весенний полумарафон. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7. Ну а наш выпуск на этом завершен. До встречи и всего самого-самого доброго. Вот и прошли новогодние праздники. О, Дед Мороз, а вы что тут делаете? Желание исполняю. А нам бы холодильник новый. Пожалуйста. Дед Мороз и Банк Восточный. Быстро оформляем, быстро одобряем, быстро выдаем. А теперь за холодильником. Дед Мороз и Банк Восточный.